Как им быстро удалось интегрироваться и в языковую, и в культурную среду? Потому что всё-таки это совсем другой менталитет, как мне кажется. Конечно, менталитет разный, но тем не менее, знаете, доброжелательность, которая царила вокруг детей, может быть, сентябрь, октябрь они чувствовали себя ещё напряжённо. А вот с ноября месяца напряжённости такой в отношениях не было. Точнее, даже не в отношениях, а восприятии окружающей среды и нас. А культурная среда, ну, мы ходим куда-нибудь. Развиваете, да, как-то их там? В музей, на мемориал Вечной Славы обязательно мы ходили, на концерты мы разные ходили с классом. Так что мы считаем, что мы уделяем детям много внимания. По успеваемости, как вот они показали себя из другого региона детям? Примерно так же, как учились и раньше. Адекватно тем баллам, которые имели. Ну, а здесь, по сравнению с этими детьми, слабее, сильнее или так нельзя говорить? Так нельзя, потому что нужно ребёнка сравнивать с самим собой, а не коллектив с кем-то. Так как у каждого ребёнка должен быть шаг вперёд, индивидуальный. И сравнение коллектива там, коллектива тут, это неправильно. Ну, вообще, на вашем примере, так как вы преподаете историю, это вообще такой очень знаковый момент, знаковый момент, я бы сказала. Вы, как историк, чувствуете какие-то перекосы в исторических знаниях детей, хотя историю они начали изучать недавно, да? Или совсем вообще? Пятый класс только начали, да? Пятый класс, эпизодические рассказы. Что они понимают, знают об истории Украины? Вы понимаете, что ваши дети сильнее в этом или нет? Дети Волыни не сильнее, чем другие дети из других регионов Украины в понимании исторических процессов в пятом классе. В старших классах я преподаю с пятого по венадцатый класс, только в русскоязычных классах. В одиннадцатом классе знание у всех детей примерно на одном уровне и понимание процессов намного глубже, чем у некоторых взрослых на сегодняшний день. И чувство патриотизма, которое есть у всех детей с пятого по одиннадцатый класс, очень глубокое. И хотелось бы теми явлениями, которые сейчас происходят, не потерять вот это поколение, как поколение растущих патриотов, чего я опасаюсь.